Теперь мы ее еще должны... Вообще, по-моему, такой бред получится! Всем привет! Сегодня будет такое необычное видео для моего канала. Будем первый раз вместе готовить. И все-таки я решила сделать такое видео, потому что и подруга меня давно просила. Мы с ней по вечерам разговариваем в скайпе, у меня тут вечно что-нибудь кипит, готовится. И она мне постоянно говорит, слушай, ну уже приготовь что-нибудь, покажи, что ты там вкусненькое делаешь. В общем, поэтому решила, ладно, у меня и так канал обо всем, о жизни, обо мне, о музыке, о всех моих интересах. Поэтому, думаю, готовка почему бы нет, это тоже как бы важно, да. Я не особо люблю готовить, вернее, я люблю готовить, но не люблю тратить на это очень много времени, потому что есть чем заняться, хочется и на фортепиано позаниматься, и видео снять для вас, и что-нибудь сделать. В общем, поэтому у меня рецепты все такие простые, не особо там какие-то сложные, не нужно очень много ингредиентов. Поэтому, если вам понравится этот формат видео, то я потом, может быть, сделаю еще какие-нибудь видео о том, что я готовлю вот так каждый день, когда нужно быстро приготовить, там, бежать на работу и так далее. Ну, в общем, как-то так. И сегодня я буду делать картошечку по рецепту Самвела, поэтому я думаю, Самвел не обидится, если я его рецепт покажу вам, потому что это очень классный рецепт, все быстро, все вкусно и все-таки, ну, полезная пища, ничего там такого жареного, пережаренного нет. Поэтому поехали. Не получается у меня так поставить камеру, чтобы видно было, что я делаю, меня было видно. В общем, я еще хочу что-то вам рассказывать, и, в общем, получается что-то непонятное. В общем, для начала нам картошечка нужна очищенная, и я ее порезала просто вот такими вот кругляшочками, не очень толстыми. Вот, примерно вот так. И сейчас мы это все буквально минут 5 должны проварить, иначе оно будет очень долго в духовке готовиться. Поэтому лучше 5 минут проварить, и потом еще в духовке чуть-чуть, и все это намного быстрее делается. Да, водичку немножко можно подсолить. И все, закидываем сюда картошку. Я всегда делаю побольше. Вот у меня столько картошки. Можно делать, конечно, и меньше порцию, но я уже люблю так, если уже я готовлю... А-а-а-а, то я готовлю побольше. Вот, когда камеры не включены, ничего не падает. Когда хочешь людям показать нормально, сделать красивое видео, конечно, получается не очень красиво. вот так что Самвел нас вдохновил с мамой, мы теперь смотрим его видео постоянно, напоминает нам и о нашей жизни в Молдавии потому что все похоже, очень похожие дома театр, где он показывает там, где они поют и вот это все, это просто вот очень похоже на то, как мы жили раньше, Молдавии поэтому мы с удовольствием с ней смотрим я вот сюда почистила картошку у нас такой пирог был и чтобы не выбрасывать, просто вот очень удобно ставишь такую штуку на стол и чистишь туда кожурки сейчас выпрошу так, теперь нам нужна вот такая вот мисочка, лучше побольше я взяла уже сюда два яйца, закинула и желток, и белок теперь берем молоко, я беру такое, три с половиной процентной жирности я не люблю вот это обезжиренное молоко наливаем сюда так, побольше можно я люблю, когда много молока и добавляем сюда сыр на терке у нас вот такой вот гротенке продается уже он на терке подкруганный в общем, все очень легко и добавляем так, чтобы это все дело было слегка такое густое не чересчур много потому что иначе потом все это тоже очень густое в общем, сколько так нравится я вот один раз такое сделала мне понравилось, когда не очень много сыра вот так вот примерно так, я надеюсь, что там что-то видно что у меня вообще что-то получится сегодня вот и теперь самое главное что я считаю в это блюдо обязательно нужно добавить побольше всяких травок вот у меня вот такие тимьян и базилик потому что без травок оно все потом просто как картошка получается в общем, обязательно какие-то добавить травы если у вас нет этих можете добавить розмарин или что-нибудь в общем, главное чтобы был вкус там, петрушку, укроп все что угодно я вот добавляю тимья он дает очень классный вкус можно, естественно и такие меточки добавить тимьяна свежие и добавляю базилик вот так вот вот так и обязательно черный перец вот все это будет давать вкус так и немножко, естественно посолить и соль я добавляю вот такую вот это гималайская соль которую добывают там где-то в горах в общем, не морская а именно гималайская кажется так она называется по-русски это соль это соль чем она мне нравится здесь все 80 минеральных веществ есть то есть в обычной соли там ничего нет кроме флорида еще чего натрия а здесь 80 вот этих вот микроэлементов во-первых полезно во-вторых она дает совершенно другой вкус такой более я даже не могу объяснить в общем не просто это соленое оно прям какой-то вкус еще прибавляет в общем пользуюсь только этой солью теперь мне очень нравится вот все это дело мы перемешиваем картошка уже кипит сейчас подождем пока 5 минут проварится картошка и я вам покажу что дальше делать вот мы с мамой смотрим последние не знаю как встать чем было видно что-то смотрим последнее время постоянно видео с Амвелла вот поэтому и сегодняшнее видео тоже он меня вдохновил на него во-первых нам вся вот эта вот жизнь музыкальная театр оперы все это напоминает нашу жизнь в Молдавии мы раньше постоянно ходили на концерты то в органный зал то в филармонию то в оперу в общем везде везде знакомые были или билеты были очень дешевые поэтому постоянно были на концертах это было так здорово на самом деле здесь естественно тоже куча концертов но здесь это все очень дорого стоит в оперу пойти вообще самый какой-то несчастный билет где-то там на галерке где-то там на балконе где ничего не видно не слышно стоит около 50 евро так чтобы нормально что-то видеть и слышать стоит уже около 100 а бывает и за 100 это на одного человека да поэтому здесь особо так не расходишься по концертам а уж особенно по операм поэтому мы с удовольствием смотрим его видео и вся его квартира дома все это настолько напоминает нам вот нашу жизнь в Кишиневе все настолько похоже ведь настроилось все в одно время примерно все настолько вот прям смотришь одинаковые места вот мне напоминает мое детство естественно вот так вот так что здорово когда люди вообще вот так делают видео и можно посмотреть и что-то напоминает еще что-то узнать новое или просто настроение поднимают вообще это здорово добавлю еще немножко сыра что-то маловато здесь получилось так я думаю чего-то не хватает забыла сказать что обязательно чеснок нужно сюда положить я беру три зубчика чищу и через вот эту чесноковыжималку все это дело сюда потому что чеснок дает естественно вкус тоже ой сегодня занималась на фортепиано как начала Клара кричать верщать громко я играю громко а она верщит еще громче прям под ухом рядом и я не выдержала такая громкость потому что с ума может сойти не выдержала взяла ее хорошо что у нее клетка на колесах стоит и на этих колесах я ее вывезла в коридор закрыла дверь и полтора часа спокойно в тишине позанималась потому что просто невозможно было так вот вся картошка у меня вот в такой форме теперь мы это просто заливаем вот этим соусом так называемым я картошку не выкладывала как там положено просто вот так плюхнула все сюда нету у меня сейчас времени и желания вот так сыром можно вот так немножко покрыть все и теперь это ставим на минут 15-20 в плитку в духовку вот такое получилось блюдо ням-ням-ням можно чуть позажарить я его на 200 градусов в клетке держала минут 20 вот вот что получилось это очень вкусно пишите пожалуйста нравится вам такие видео или не нравится стоит ли снимать другие рецепты которые я готовлю тоже вот так быстро на каждый день все всем отличного настроения и пока пока не забывай пока Продолжение следует...